Воскресное утро Это было 7 января. Поздравляем вас с Рождеством Христовым! Пусть Бог благословит обильно каждого из вас! Слово, которое мне хотелось бы сегодня говорить и предложить вам, мы назвали так, это не я один назвал его, но мы назвали так, советуюсь, Христово благоухание. Христово благоухание. И как я сказал, что на этой неделе мы уже празднуем Рождество Христово. То, что однажды Бог родился в теле человека для того, чтобы пройти земной путь, как человек, ни разу не согрешив, быв послушным Отцу Небесному, и стал добровольной жертвой за мой и твой грех, выкупив нас для жизни с Богом здесь на земле и в жизни вечной. Аллилуйя! Слава Ему и Хвала! Знаете, я думаю, что на самом деле у рожденных заново, ну не так важно, на самом деле, в декабре мы его празднуем или в январе. Почему? Потому что Рождество Иисуса Христа, оно продолжается. Рождество Иисуса Христа продолжается в сердцах других людей. Однажды Он родился в твоем и моем сердце, и Он хочет это делать еще и еще в сердцах других людей сегодня. И текст, который бы я хотел сейчас вам предложить из Библии, об Иисусе Христе записан в послании к евреям. Первая глава с первого стиха я прочитаю. Написано так, что «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил, сей, будучи сиянием славы, и образ ипостаси Его, и держа все словом силы своей, совершив с собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте, будучи столь превосходнее ангелов, сколько славнейшее перед ним наследовал имя». Автор послания, он говорит о том, что пророки, Бог возвестил людям через пророков. Я когда об этом размышлял, написано «многократно и многообразно». И там слово это стоит греческое, которое прям множество обозначает. Не просто много раз, просто нескончаемое количество раз, просто сквозь времена, сквозь все. Бог говорил людям, говорил, используя своих людей. И знаете, когда я смотрю на Рождество Иисуса Христа, я думаю, действительно, помимо израильского ведь народа, который слышал эти пророчества, читал их в законе, мог состыковать, как-то обозначить, каким-то образом эти люди Божьи так доносили, может быть, ту часть, которую говорил им Бог об Иисусе Христе, ту часть пророчества, что, знаете, и волхвы пришли, мы с вами знаем, до них дошло, правда? И даже когда пришли волхвы, то и к людям и ангелы явились, и ангелы явились. То есть Бог многократно, многообразно говорил об Иисусе Христе, и вот Рождество Иисуса Христа. И автор послания говорит нам, что в последнее время Бог говорит в Сыне к нам, в Сыне, Который заплатил за грех всего мира, за Твой и Мой. Так написано, и Он воссел одесную Отца. Знаете, невозможно переоценить Рождество Иисуса Христа, потому что Бог, Он открывается нам во всей полноте только в Иисусе Христе, полностью открывается людям. И войти в настоящее Божье присутствие, я считаю, возможно, только через Иисуса Христа, через то, что ты познаешь Его, то, что Он приходит в твою жизнь, то, что Дух Святой тебе открывает, ты выходишь в Божье присутствие. И знаете, когда тут вот такой оборот речи используется в третьем стихе, «Сей будущем сиянии славы и образ, и по стати его, и по стаси его, и держа все словом силы свои», вот это слово «образ», это как характер, и есть еще другой греческий характер, и по стаси. То есть, и значение такое, что первое – печать, и отпечаток есть. И вот второе – отпечаток. Отпечаток, вот по своей форме, когда мы ставим печать, Он полностью повторяет печать, та, которая есть в руке. То есть, мы смотрим на отпечаток и видим печать. И автор этого послания, он говорит, что Иисус – это совершенное подобие Божье, это Бог, это Он, Отец одно, Сам Иисус о себе так говорил. И мы можем видеть это в Писании, мы можем видеть это в нашей жизни, мы можем видеть, как имя Иисуса, Ему подчинена вся власть на небе, на земле, в вышних и в нижних. Аминь. И на протяжении тысячелетий, простите, Церковь Божия представляет на земле власть Божью. Церковь Божья – это власть Бога здесь, на земле. Та власть, которая есть только у Церкви, она делегирована Богом. Никакие ни гонения, ни катаклизмы, ни перемены, ни смена правительства, абсолютно ничто не может уничтожить ее. Никакие козни дьявола, никакие нападки. Сквозь века мы с вами наблюдаем, что это так. Интересно, что Матфеев 20, 28 говорится так, что сам Иисус говорит о том, что Сын Человеческий, Он не пришел, чтобы Ему служили. Он не пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Он умер и воскрес. И при этом всем Он не оставил тебя и меня сиротами. Аминь. Церковь, скажи аминь. Ты не сирота. Послушай, там, по ту сторону экрана, ты не сирота, потому что Он умолил Отца, и Отец дал Духа Святого. И мы имеем это. Мы имеем это личное, глубокое отношение с Иисусом Христом. И один стих из Библии, знаете, он звучит так. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Тот же самый Иисус, который ходил тогда по Израилю, походил по всем окрестностям с учениками. Точно тот же Иисус Христос твоей верой вселяется в твое сердце Духом Святым. И Дух Христа точно так же сегодня имеет общение в церкви. Точно так же имеет общение между верующими. Я не знаю, что значит это для тебя сегодня, как сильно тебя вдохновляет. Меня сильно это вдохновляет, потому что мы народ, деленный, взятый в удел. Аминь. Потому что ты человек, который имеешь отношение с Иисусом Христом, ты просто переживаешь Бога, Божью любовь, отцовство нашего Бога. И знаете, когда я посмотрел и начал размышлять о том, что же все-таки такой Иисус Христос, а сегодня и вовек тот же, и в каком контексте вообще это написано, то так интересно, написано в Евреям, в этой же книге Евреям, только уже очень как бы ниже тринадцатой главе, и знаете, седьмой стих, он начинается так. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». И прямо следом написано «Иисус Христос вчера и сегодня и вовек тот же». Оказывается, этот текст говорит о том, что люди, которые проповедовали нам Слово Божие, люди, которые вели нас к Богу, которые помогали нам прийти, которые соединили, помогли соединиться, однажды они покинут, однажды их земной, покинут эту землю, их земной забег закончится, их занавес опустится, и автор послания этого к евреям, он говорит, «Но Иисус Христос вчера, сегодня и вовек тот же». Удивительно, удивительно. И это значит, что Иисус остается с нами все время. Мне почему-то Илья вспомнился сейчас, прямо в данный момент, когда Елисей провожает, но Дух Божий остается на Елисеи. Точно такой же. Наставник, ушел, он еще двойное помазание получил. Знаете, и этот текст, который есть дальше в Евреям, в 7 главе, он не просто говорит о том, что «Ой, как хорошо! Меня наставник мой познакомил с Богом, и теперь этот Бог всегда со мной, и все будет хорошо». Нет. Дальше написано о том, что нас побуждает к действиям. То есть, мы не призваны, ушел наставник, помните, Иисус вознесся, они стоят, смотрят, ангелы пришли, говорят, что стоите, смотрите, мужи Божьи, они стоят, зависли, простите за выражение, смотрят в небо, Иисус, когда вознесся, говорит, он так же придет, тем же путем, так же придет, тем же путем, так и это. Какой-то наставник ушел из вашей жизни, вы остались самостоятельно, у вас есть жизнь с Богом, и вам надо развиваться, вам надо двигаться, вам надо применять на практике то, что вы приобрели, жизнь с Богом, воплощать, то, к чему призывать, вас будет Дух Святой. И знаете, дальше описывается образ жертвы Иисуса Христа. Я буду 11 стих читать этой же главы. Написано то, что нам, в принципе, всем известно, я думаю, так как тело животных, которых кровь, очищение греха вносится первозвященникам в освященнище, сжигается вне стана, написано, то Иисус, дабы осветить людей, кровью своей пострадал вне врат. То есть, в левитах написано, что телца за грех и козла за грех, которого кровь внесена была в освящение святилища, пусть вынесут вон из стана и сожгут на огне кожи и мясо их и нечистоту их. О чем речь? О том, что Иисус даже в своей смерти, то есть, умер, имел побои в Иерусалиме, суд, поругание, но за стенами Иерусалима произошло распятие. Он умер вне стана, точно так же повторив вот эту жертву за грех, которую делали в Верхом Завете священники. И знаете, и все понятно. И мне вот все понятно. Я не знаю, как тебе. Все понятно, Иисус, я всегда это знал. Но один текст, знаете, он сильно зацепил меня. Я хочу, чтобы это так же был вызов для вас сегодня. Потому что следующий стих, 13 главы, 13, описано так, что «Итак, выйдем к нему за стан, нося его поругание, ибо не имеем здесь града, но ищем Бога». Аллилуйя. Иисус, описывая жертву Иисуса Христа, Он говорит, «Друзья, вы очищены, вы омыты, точно так же, как кровь того животного была внесена в святое святых, и очищение за священника, за народ, оно произошло, и тело было вынесено и сожжено. Он говорит, «Точно так же, вы очищены». И Он говорит, «Так выйдем к нему за стан, туда, где Он, туда, где Его, говорит, поругание, неся Его поругание». И когда остановился, я думаю, удивительный текст, удивительный текст, призывающий сегодня церковь Иисуса Христа сделать больше того, чем просто освящение, чем просто осветиться, чем просто очиститься, чем просто привести свою жизнь в порядок, в соответствии с взглядом Божьим, потому что Он идет дальше, и Он говорит, «Выйдем к нему за стан, выйдем туда». Напрашивается, конечно, вопрос, знаете, откуда выйдем, из зоны своего комфорта выйдем. Знаете, если честно, если говорить честно, немножко избитые фразы уже, которые звучат в церкви, и в принципе, на мой взгляд, не вызывают особой какой-то реакции, как будто это какой-то тренинг, знаете, который говорится, о том, «оставь зону комфорта», там, «оставь вот это», ну, «выйди туда», оно все так, да, и аминь, множество сфер, но я сегодня говорю не о том, что надо тебе и мне оставить. Послушай, Дух Святой покажет, что тебе надо оставить сегодня. Я говорю тебе о том, что куда надо идти и к кому. Куда и к кому надо идти? Писание говорит, «выйдите к Нему, к Иисусу, к Личности, за стан, за обыденность дней своих, за, может быть, уже, ну, как бы, естественную жизнь в церкви, которая хорошая, классная, нормальная, живая, тело фунциклирует, но он говорит, «выйдите, неся его поругания, выйдите туда, неся его поругания, не бойтесь, не бойтесь быть оскорбленными в этом мире, потому что он понес это оскорбление, не бойтесь быть обиженными и непринятыми, потому что Иисус несет все эти обиды и принятости, я когда размышлял, один текст тоже, ой, не текст, простите, один пример в моей жизни всплыл, текст из Библии, меня учили так, говорят, что, ну, когда, не то, что оскорбляет человека, что входит в него, помните этот текст, а то, что выходит из человека, ну, я так, ну, да, а знаете, а потом в один момент я на себе пережил то, что в мой адрес начали говорить неприятные вещи, потому что я верующий, но они, может быть, не были такими, прям прямыми, знаете, в мой адрес, ну, вот так было, но я знаю, что они такие были, они до меня доходили, такие нехорошие, нехорошие, однажды Господь прям показал мне это, о том, что, знаете, когда, например, если кто-то на тебя говорит, если такую картинку возьмет, вот он говорит, и из него что-то, вот это зло выходит, я прям как видение увидел, я смотрю, это зло, оно как будто облепляет этого человека, оно ко мне вообще не имеет никакого отношения, но я прям физически увидел это, и это просто принесло, то есть это сделал Господь, потому что Он за все заплатил, Он тебя осветил, очистил, тебе не надо бояться отвержения этого мира, потому что ты принят Иисусом Христом, за тебя заплачена великая цена, поэтому, конечно, нам нужно выйти к Нему, нам нужно выйти к Нему, знаете, текст тоже, Иисус говорит, когда ходит по земле, Он говорит, все труждающие, все обремененные, придите ко Мне, я успокою вас, и найдете покой душам вашим, и знаете, на мой взгляд, мы сделали, каждый из нас, эту часть, потому что мы все были обремененными, мы все пришли к Иисусу Христу, и Он говорит дальше, возьмите иго моё на себя, и научитесь от Меня, ибо Я кроток, и смирен сердцем, и потом говорит, и найдете покой душам вашим, перед этим говорит Он, ну я успокою вас, а потом, простите, а потом, говорит, найдете покой душам вашим, послушайте, можно просто посмотреть, что это Иисус сказал, а можно посмотреть в контексте того, что Иисус Христос вчера, сегодня, и вовек тот же, разве это не обращено сегодня к тебе и ко Мне, разве не обращены эти слова сегодня к миру, к погибающим людям, к нашим родственникам, к нашим близким, конечно, обращены. И к Римлянам тоже самый призыв звучит. Предоставьте, говорит, умоляю, предоставьте тела ваши в жертву живую, святую, угодную Богу. Я действительно до конца, наверное, не имею понимания, что такое нести поругание Иисуса Христа, что такое приближаться к Нему, неся Его поругание. Очень созвучно для меня о том, что возьми крест твой и следуй за Мною. Кто не сделает этого, не может называться Моим учеником, Иисус говорит. Но следующий стих, Он как будто ставит все на свои места для Меня. 12 стих, 13 главы Евреям. Когда Он говорит, «Во святилище, сжигающее Евнестана, то Иисус осветил кровистро и пострадал в неврат». И, простите, 14 стих. «Ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего». Почему мы идем туда? Почему мы идем к Иисусу, будучи освящены? Ведь там, в Ветхом Завете, священник, или не священник, человек описан, который сжигал эти все шкуры, все это. Ему надо было быстренько помыться, очиститься от детства и прибежать обратно в церковь, и быть обратно в церкви, быть обратно в храме. А тут говорится, «Выйдите к нему, неся его поругания». «Выйдите к нему, неся его поругания». «Ибо, ибо, то есть все, нам не надо возвращаться к ритуалу». Понимаете, в правильном понимании этого слова, нам не надо возвращаться к ритуалу, к традиции, еще к чему-то. Для чего? Чтобы быть спасенными. У нас нет необходимости с тобой в этом. Мы освобождены, мы очищены, мы прощены. Все, что нам надо делать, нам надо вместе Иисусом двигаться дальше, вместе с церковью двигаться дальше. Знаете, и когда я это читаю, я понимаю, столько написано о том, что мы странники и пришельцы. Столько написано об этом. Есть одно предание, одно предание, которое бы я, наверное, хотел зачитать. Знаете, есть такая книга «Кому грядешь, если я правильно говорю». Она широко известна. Знаете, как оно звучит о том, что апостол Петр, уходя из Рима, чтобы избежать казни во время Нероновских гонений, встретил Христа и спросил его, «Куда идешь, Господи? Кому грядешь?» Иисус отвечает, «Раз ты оставляешь народ мой, я иду в Рим на новое распятие». Получив от Господа такой ответ, святой Петр вернулся на верную смерть. Считается, что эта встреча произошла на старинной опиевой дороге, проложенной в 312 году. Там сегодня расположены дорогие сердца паломника, святыни, ну, разные. Там проходит богослужение, ну, и церковь есть с удивительным названием, которое я боюсь, что я не выговорю и сейчас правильно. Понимаете? Но этот образ, это предание. Я не знаю, этого нет в Библии, конечно, но оно что-то, как отпечаток, то, о чем я говорил, оно что-то отпечатывает. Иногда мы идем, идем откуда-то, и идем не в ту сторону. И, возможно, мы встречаем Иисуса, возможно, слово сегодня к тебе, о том, что тебе надо выйти за стан к Нему, неся его поругания. Апостол Петр, я думаю, если это было на самом деле, допустим, такую мысль, я представляю, столько раз встретиться с Иисусом, пережить предательство, разные вещи, быть прощенному. Если опять идет отгонение, просто, может быть, не понимает волю Божью до конца и встречает Иисуса и слышит в ответ, раз ты идешь оттуда, там мой народ, там мои люди, то я иду по новой туда, по новой, чтобы меня распяли. Что-то произошло с Петром в тот момент. Филиппийцам написано, что наше, 3.20, жительство на небесах, откуда мы ожидаем и спасителя Господа нашего Иисуса Христа. Евреям написано о том же, что все люди веры, которых описано там, они все умерли в вере, не получив обетований, а только издали, видели он и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Знаете, однажды я тоже понял, что я странник и пришельцы на земле. Я не знаю, как произошло это в вашей жизни, если это произошло. У меня очень просто произошло. Я был пару лет верующим уже человеком, уже немножко так в служении был, и элементарно я мылся в бане, просто мылся в бане. Вот, понимаете, ничего особенного. Намылил вихотку и начал шоркать себя. И произошло какое-то духовное действие прямо там. Я не скажу, я не буду говорить, это выход в астрал, какую-то мистику, какую-то нет, но на самом деле, оставаясь в теле, я как будто бы увидел себя со стороны. Знаете, вот такое чувство, я вышел, все чувства, ну как вышел, ну как будто со стороны смотрю, и все чувства, которые вообще у меня есть, когда я прикасаюсь, они со мной. А как будто на себя смотрю и вот знаете, шоркаю, а не чувствую, как шоркается. И такое осознание, знаете, как машину моешь просто какую-то. Вот, понимаете, я вдруг осознал, что тело на время, что это всего лишь часть меня, не моя суть. Я помню, я прямо в этой бомбане, думаю, сейчас ангелы боятся, но не появились ангели, но я получил это откровение для себя, что я странник и пришелец на этой земле. И когда автор говорит, выйдем к нему, неся его поругание, он говорит, ибо, так как, ибо, он говорит, мы не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. Это определенное мышление, это определенный образ жизни, который перетекает в наши поступки и в наши дела с Господом. Это то, что мы начинаем являться, на мой взгляд, солью и светом этому миру. Это абсолютное другое мышление, которого никогда, никогда не было, ни у тебя, ни у меня. Знаете, если я странник и пришелец, здесь есть странники и пришельцы или по ту сторону экрана? О, есть. Не те пришельцы, да, сын, мы другие пришельцы, мы от Господа, от Духа Святого. Вот. Он начинает этот отрывок, вот смотрите, если мы понимаем, о чем речь идет, то, глядя на этот отрывок, так интересно, что апостол или автор, он начинает с наставников, помните, я начал, смотрите на наставников, подражая вере их. Дальше он говорит, потому что Христос вчера и вовеки тоже, потом говорит о жертве Иисуса Христа, он говорит о том, что так выйдем, делает вызов, так выйдем, давайте пойдем, то есть давайте пойдем, у тебя все есть для того, чтобы начать эту самостоятельную жизнь уже с Иисусом. И потом, он, знаете, так интересно, он призывает, призывает нас к жизни в церкви. И следующий стих, когда это все заканчивается, он говорит так, и так будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Не забывайте также о благодарении общительности, ибо таковы жертвы благоугодны Богу. И 17 стих, он заканчивает этот отрывок, он говорит, повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет, чтобы они делали это с радостью и не вздыхая, ибо это для вас не полезно. Знаете, тоже тенденция разная есть, не хочу углубляться, христианская психология, психологи и так далее. Послушай, знаешь, Писание говорит, что в первую очередь у тебя есть наставник, который пекется о твоей душе и который чувствует на себе ответственность, как тот, который должен будет дать отчет. Автор послания начинает в жизни церкви, заканчивает этой же темой, говоря о том, что, послушайте, вы ничего не пропустите, если вы будете находиться в церкви, если вы будете слышать своих наставников, если вы будете подражать вере тех, кого уже сегодня нету здесь, на этой земле. Почему? Потому что Иисус Христос вчера, сегодня и вовек тот же. Он ведет тебя, Он продолжает этот путь с тобой. Интересно. И, конечно, мне хотелось бы взять еще один текст драгоценный, когда я читаю, ожидаю, что Бог от меня ожидает. Потому что сегодня мы говорим не только про святость, мы сегодня говорим о нечто большем, не о том, что просто надо стать святым, мы говорим о том, что ожидает, реально ожидает Бог сегодня, от нас. Знаете, Иисус, эта мысль тоже пришла, Иисус именинник, у Него день рождения, аминь. Иисус именинник. Я так подумал, в моей жизни бывают исключения, но, как правило, знаете, обычно мы все с вами идем куда поздравлять именинника? К Нему, правда? Или нет? Ну, мы собираемся, собираем подарочки, и домой едем, в кафе, там, куда договорились, и мы идем к Нему. Очень редко именинник бегает за всеми гостями, представьте, да? Вы мне тут подарок приготовили, как вы тут, вот у меня день рождения, давайте там что-то. Так бывает, что мы едем сами в гости, все нормально, но, как правило, само мышление, то, что мы идем к Иисусу, мы идем к Нему на именины, и тот же самый призыв, так выйдем к Нему, что угодно, сердцу Божьему, когда Он смотрит на свою церковь, когда Он дает и наставление, направление, и повеление. Вот знаете, немножко бы хотелось сейчас мне остановиться и сказать о том, что наша церковь, вы все знаете, мы вначале об этом говорили, наша церковь, она заходит в пост. С понедельника по 30-е мы постимся постом Даниила в нашем телеграм-канале, вы, я думаю, можете посмотреть, если еще кто не посмотрел обращение нашего начальствующего епископа Эдуарда Анатольевича Грабовенко к нашему союзу, в котором входит наша церковь, потому что это не просто ты и я, это особое действие, это особое духовное действие, и мне так хотелось бы, знаете, потому что я поймал сам себя на мысли, что да, действительно, мы каждый год это делаем, мы каждый год входим уже несколько лет подряд, но мне так хочется, чтобы в этом году что-то особенное произошло, потому что должно быть особенное противостояние церкви Божьей, народу Божьему в духовном мире против всяких козней дьявольских, должно происходить что-то действительно особенное, послушай, прими это в свою жизнь, этот вызов, о том, что тебе нужно выйти за этот стан, тебе надо прекратить много разговаривать о том, что есть или не есть, о том, что ты будешь готовить в этом посту и какие твои кладовые, тебе нужно приготовиться в библейском понимании этого слова, как солдату на войне, быть готовым по-настоящему, чтобы Дух Божий возбудил эту жажду в тебе сейчас, чтобы у тебя была эта способность остановиться от своей текучки, от своих дел, продолжая их делать, но внутри остановиться, остановиться с Богом, понять, что от тебя зависит что-то очень важное сегодня, потому что ты часть церкви, ты часть Иисуса Христа, и ты понесешь его по руганию, если надо будет, и ты не убоишься, и ты пойдешь. Когда мы читаем с вами, знаете, Исайя 58 главу, многие из нас ее знают, мы каждый год, наверное, возвращаемся туда, потому что, на мой взгляд, оно очень ярко отражает, конечно, очень ярко отражает слова Иисуса Христа, который говорит нам о том, что когда мы постимся, чтобы мы не ходили к унылые, чтобы мы не делали вот этот вид религиозности какой-то, который придавали фарисеи себе, показывая этому миру, приехав в гости, о том, что это мы кушать не будем, простите, мы к вам приехать не можем, это мы не будем, или еще каким-то образом, выставляя это на показ, он говорит, не делайте так, не делайте унылые лица вот эти, он говорит, умойтесь, умойтесь, приведите в порядок своего внутреннего человека, какая бы ситуация в твоей жизни не была сегодня, какие бы трудности ты сегодня не проходил, если ты меня слышишь по ту сторону экрана, приведи в порядок себя, перед Богом, соберись, осознай, что сейчас будет происходить духовное действие, мы три недели с тобой будем воевать, мы не просто с тобой будем что-то не есть, мы не просто будем думать о своих, выйти из какой мне зоны комфорта выйти, мы не будем об этом думать, мы будем думать, кому нам надо приблизиться, кому нам надо дойти, с кем нам надо соединиться, чтобы по-настоящему произошло то, что написано в Священном Писании, как обетование тебе и мне. И знаете, когда я почитал Исаи 58 главу, я подчеркнул себе разными цветами два момента, один из которых это то, что делаем мы, это наша с тобой часть, то, что говорит Исаия, пророчествуя, он говорит, и знаете, что это? Я буду читать сейчас только то, что у меня подчеркнуло одним цветом, и обращено к тебе и ко мне. Исаия говорит, вот пост, который я избрал, разреши оковы неправды, развяжи узы ерма и огнетенных отпусти на свободу и расторгни всякое ермо, раздели с голодным хлеб твой из китающихся, бедных, введи в дом, когда увидишь нагого, одень его и от единокровного твоего не укрывайся. «Когда ты удалишь из среды твоей ермо, перестанешь поднимать перст твои и говорить оскорбительное, и отдашь голодному душу твою и напитаешь душу страдальца». Это то, что обращено к народу Божьему. И есть то, что говорит Бог в этой же главе. Бог говорит, «Тогда, тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет перед тобою. Слава Господня будет сопровождать тебя. Тогда ты воззовешь, и Господь услышит, воззапеешь, и Он скажет, «Вот я!» Тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет, как полдень, и будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи будет насыщать душу твою и утучнять кости твои, и ты будешь, как напоенный водой в сад, и как источник, которого воды никогда не иссякают, и застроиться потомками твоими пустыни вековы, ты восстановишь основания многих поколений, и будут называть тебя восстановительным развалин, возобновительным путей для населения. как немного на самом деле Дух Святой сегодня просит у церкви. Это кажется, что мы и так всегда делаем, Господи, мы и так живем таким образом в жизни, брат мой, сестра, но я думаю, что нам надо подумать еще и о том, что мы, может быть, просто живем так, не делая зла какого-то. Мы не делаем гадости, мы не врем, мы не делаем зла, мы не делаем того плохого, мы не делаем этого греха, мы вовремя каемся, но тут призыв не к тому, чего не делать, потому что все это происходит, потому что ты имеешь силу и власть Божью сегодня. Бог призывает к очень простому, Он говорит, разреши оковы неправды, развяжи уж за ерма, угнетенных отпусти на свободу, раздели с голодным хлеб твой, накорми голодного, от единокровного не укрывайся, не поднимай перст, говоря оскорбительно, отдай голодному душу твою, я не знаю, выслушайте кого-то по-настоящему, молясь внутри, дайте выговориться, и Дух Божий покажет вам, что у этого человека на сердце и покажет этот путь. Наш Бог очень крутой. Знаете, 7 января в этот раз мы проводили богослужения, я уже сказал, концерт, братья приготовили песни, угощения сестры, все так здорово, Рождество Иисуса Христа у нас были приглашены взрослые, с ними подростки, там 4 человека, детки трое, все так хорошо, и я говорил слово, я говорил, то, с чего я сегодня начал, Рождество Иисуса Христа, я не стал почему-то говорить в это Рождество об ангелах, я не стал говорить в это Рождество о том, что Он родился в Холливу, я говорил в это Рождество, что все пророки, все люди Божьи говорили о Нем. Бог говорил нам через пророков, Бог говорил нам через людей, сегодня Он говорит в Сыне Своем. Сегодня Голгофа звучит громче всего в жизни человека, это то, что остановило ход времени просто. И когда я говорил это, я сам где-то внутри понимал, потому что женщина, девушка, одна была у нас на собрании уже, как-то каялась, как-то уже, другая совсем в первый раз. Больше к братьям, больше вдохновляю. И уже все пошли, я провожал, стоял всех, у нас осталось, по-моему, два или три человека, один брат стоял, и он задал мне вопрос, такой, очень аккуратно, он говорит, как ты вот, ну вот, он верующий, он... и он... Субтитры подогнал «Симон»